Всем привет! Меня зовут Ирина, я таролог и психолог. Напоминаю для тех, кто впервые на моём канале. Сегодня у нас с вами расклад на тему «Что судьба решила насчёт вас и вашего врага?». Вы знаете свою ситуацию, вы знаете своего недоброжелателя. И моя задача сегодня – дать вам информацию о том, что будет, что решила Вселенная, как видят вашу проблему Высшие Силы, к чему всё идёт, что в итоге получите вы и с чем в итоге останется ваш недоброжелатель. Итак, сигнификация ваша. Вот вы с позиции Высших Сил. Кто вы? Что вы за человек? Вы человек ищущий, вы человек, часто оказывающийся на развилке жизни, перед принятием важных решений. В вашей жизни часто случались повороты, крутые повороты. Вы человек, который идёт по жизни, часто преодолевая что-то, либо преодолевая себя, вы живёте вопреки тем трудностям, преградам. Это трудная дорога. Это трудная дорога. Ваш враг. Ну, вашего врага сразу показывают женщину. Главный ваш враг. Тут всё попроще. Тут, во-первых, человек сам по себе проще. Она легче, да, эта женщина, ну, в плане своего отношения к жизни. Вот вы человек, привыкший жить какими-то нравственными законами. Вот у вас есть черта, через которую вы не приступите. И вот то, что вас останавливает, какие-то ваши внутренние рамки, это то, что вы получили с детства, вы так воспитаны. Это на самом деле вот придаёт вам стабильности в жизни. Вы не так уж часто и ошибались. Хотя жизнь, повторюсь, часто ставила вас перед очень сложными задачами. Вы часто на распутье стояли в жизни. Вот кто-то сейчас стоит на распутье, прям развилка идёт. Человек не может никак определиться. Перед вами неразрешимая задача. Но вы воспринимаете жизнь в каком-то другом формате. Вы относитесь к событиям, к людям в каком-то более сложном формате. То есть вот те рамки нравственные, которые у вас есть, они позволяют вам оценивать людей, оценивать события сквозь призму некой черты, через которую вы не приступите. Вот вы смотрите на человека и часто говорите, вот я бы так не смогла, или я бы так не смог. Здесь вот ваш враг, да, полная противоположность вас. Человек как-то легко идёт по жизни. Ну, легко в каком плане? Не в хорошем смысле. Слишком поверхностное. Слишком легкомысленное. Живёт какими-то очень меркантильными вещами, что ли, и какими-то вот несущественными, да. То есть живёт бесцельно, живёт как-то, как порхает по жизни. Человек очень непостоянный. То есть для неё нет понятия нравственного какого-то закона. Вот для вас это есть. Вот это понятие вам ведомо, оно вам знакомо, оно внутри вас. Вы чётко знаете, что за определённую черту вы не переступите. Вы просто не позволите себе делать гадости. Вы не позволите себе повторять чьё-то низменное поведение. Здесь мне показывают вот вашего врага, человека, который живёт проще. Может быть, она, знаете, вот и вам иногда говорит, живи проще, да, сделай вот так. Ну, что ты усложняешь всё по жизни. Вот смотри, как я делаю, и ты так делай. Но вы очень разные. У вас здесь абсолютно разные энергии, разные цели в жизни, разный настрой, разное понимание происходящего. Но этот враг вам дан для чего-то. Вот пока я, наверное, затрудняюсь сказать. Я предполагаю для чего, но пока не буду забегать вперёд. Пусть карты подтвердят мои предположения. Посмотрим ещё вашу характеристику. Серая карта. Энергии тяжёлые, тяжеловатые энергии. Не могу сказать, что вы сейчас находитесь прямо-таки в энергиях чёрной полосы, там, да, невезения какого-то. Ну, проблемы какие-то есть. Есть какие-то задачи, которые надо разрешать. Есть ситуации, которые как преграда для вас. У вас есть, есть закрытые двери в вашей жизни. Но как-то вы справляетесь. Вот преодолеваете вы эти моменты. Старайтесь удерживать равновесие. И вы удерживаете равновесие. Надо отметить, что вот контроль над обстоятельствами вам удаётся удерживать. А вот у вашего врага, ну, тут смотрите, а вот у вашего врага вообще карма. Здесь свершается карма, карта крест. Мощно, правда. Когда крест выпадает, вот, ну, надо готовиться действительно к каким-то испытаниям жизненным. Здесь человек явно заслужил тот бумеранг. Назовём, да, вещи своими именами, который когда-то был отправлен вам. Здесь летит потихонечку назад весь тот негатив, который был отправлен вам. Если ещё в жизни этой женщины не наступил вот такой трудный период, то он не за горами. Скорее всего, будущий год, новый, 24-й год, ознаменуется для неё вот какой-то неразрешимой задачей, какой-то тяжёлой ситуацией. Это потери, это испытания. Здесь действительно кармические какие-то моменты. Будет ли она понимать вообще, что происходит? Ну, если вы ждёте, что человек что-то поймёт, что-то осознает, то вряд ли. Она не собирается сдаваться. Она будет пытаться удерживать позиции. И вы знаете, вот здесь вам откроется в новом году, да, в новом году, когда вот начнётся у неё череда вот этих событий сложных. Вам откроется то, насколько она сильна. Вот внешне я говорила, она человек лёгкий, поверхностный, очень подвижная. Кажется, что легко живёт. На самом деле здесь скрывается действительно огромное желание вам насолить в жизни. Здесь будет понимание, да, к ней приходит понимание того, что, возможно, она получает откат за содеянное. Но смиряться с тем, что ей назначено судьбой, она не собирается. Карта Медведь — это карта внутренней силы, противостояния, борьбы. Она будет бороться за свои сильные позиции. То есть, если вы думаете, что вот этот бумеранг, который прилетит, её как-то прибьёт к земле, да, лишит её силы, заставит о чём-то задуматься, то, ну, на вашем месте я бы такую мысль у себя не тешила, потому что она собирается бороться. Эта ситуация, трудности, на самом деле сделают её ещё более сильнее, да, ещё более целеустремлённой. Она будет искать новые пути. Она будет понимать, что она теряет сильные позиции, но она очень не хочет терять сильные позиции. Вот давайте посмотрим, сегодня она на высоте или вы, вот посмотрим, уточним этот момент, относительно вас. Ну, у вас закрытая книга. Я так скажу, что ваши позиции, в общем-то, тоже сильны. Вы контролируете ситуацию, удерживаете вы под контролем обстоятельства. Но и она тоже сегодня на достаточно таких сильных позициях находится. Карта САД – это положительная карта. Она говорит о том, что она сохраняет благополучие. Её жизнь сегодня – это довольно-таки благополучная жизнь. Она привыкла к такой жизни. Возможно, это обеспеченная женщина. Ну, не обязательно, да, общий расклад. Здесь про что карта? Про вот это умение сохранять стабильность в жизни. Несмотря на её какое-то поверхностное отношение, вот она умеет вывернуться, выкрутиться, как-то найти варианты для себя. Даже тогда, когда случай, казалось бы, фатальный, да, когда обстоятельства, казалось бы, все против неё. Вот такая скользкая особа. Она очень хитрая, ну и, в общем, готовьтесь к тому, что она будет бороться. У вас сегодня в жизни, повторюсь, стабильная позиция. Вы удерживаете обстоятельства, да, вы настаиваете на своём, и у вас получается своё отстоять. Вы показываете свою силу этой женщине. Она понимает, что вы боретесь, да. Она понимает, что с вами будет непросто дальше бороться, но она не оставляет своих желаний всё-таки быть выше вас, иметь больше, чем вы. Карта книга может говорить о судьбоносных моментах. Книга – это вообще судьба, да, книга судьбы. Я бы так сказала, по этой карте часто проигрывается так, что человек просто хочет всё оставить и начать новую жизнь. Вы настолько устали от этой борьбы, от этой женщины, от её негатива, что просто хотите перевернуть эту страницу. Сегодня вы работаете над новым проектом в жизни. Может быть, реально уже работаете, да, действия какие-то совершаете. Может быть, только предполагаете что-то начинать. Какие-то задумки, может быть, планы появляются. Ну вот, понимаете, да, сегодня как-то вас уже мало интересует эта борьба. Для вас вообще ситуация, которая между вами и этой женщиной сегодня, она уже, можно сказать, потеряла значимость. Или потихонечку теряет значимость. Вам это неинтересно. Что вам интересно сегодня в жизни? Куда вы стремились? Ну, сегодня вы сохраняете таинственность. Вы сохраняете интригу. Я уж не знаю, намеренно или нет, но вы стараетесь не распространяться о своих успехах. А успехи у вас есть в жизни, достижения у вас есть. По карте метла у вас сегодня такой период очистки идёт. Вы выметаете прошлое. Ну, я говорю, да, здесь чувствуется, читается по раскладу, стремление от человека избавиться от чего-то, от какого-то мусора, от груза, может быть, какого-то. Вы очень не хотите больше ощущать себя в старых энергиях. Вам хочется сбросить эту старую кожу. Вы больше не хотите возвращаться к какой-то прежней ситуации. Вас раздражает эта женщина. Вам она неинтересна. Вы поняли для себя главное, что человека не изменить. Вы, конечно, устали от того, что она вас постоянно достаёт, можно так сказать, да? Постоянно докучает вам, какой-то негатив посылает. Постоянно. Но сказать, что вы прям пострадали от этого, или как-то на вашу жизнь это действует, я не могу. Поэтому она бесконечно здесь посылает вам негатив, там и магия, может быть, там и в спину что-то говорит, если видит где-то. Она, можно сказать, просыпается с мыслью о вас. Вот правда. Есть такие немножко ненормальные дамы. Я понимаю, что она хочет счастья. Позиция от аэролога, она всегда нейтральна. Я не могу осуждать никого, здесь не имею права это делать. Понятно, что каждый из вас хочет счастья. И каждый заслуживает счастья. Но вопрос, каким путём мы идём к этому счастью. Здесь я вижу, что человек, человека даже крест не останавливает, понимаете? Карма не останавливает. Может быть, эта дама уже потеряла в своей жизни что-то, либо кого-то. Часто крест указывает на потерю близких. Потеря близкого человека — это кармическое наказание. Уход в мир иной детей или кого-то из близкого круга — это кармическое наказание за что-то. Вот как бы это устрашающе не звучало, но надо сделать из этого вывод. Эта дама, я не знаю, вот что у неё было там, вы знаете, да, по кресту, либо потери какие-то, либо неудачи, что у неё там было. Но ситуация эта её не исправила. Выводов человек не делает. Она идёт дальше своей дорогой. Она как посылала вам негатив, так и посылает дальше. Вы только успеваете чиститься. Вы только успеваете от себя отгонять чёрные энергии. Ну и абсолютно правильно делаете, что не афишируете сегодня свою жизнь. Она, если честно, не осведомлена о том, что у вас происходит. Она не знает о состоянии ваших дел. Нет информации никакой. Сплетни распространять ни из чего. Это на самом деле предостерегает вас от негатива. Продолжайте в том же духе. Создайте своё закрытое пространство, чтобы у вас распространялось как можно меньше информации. И в этом вашем пространстве вы сумеете сохранить вот такие энергии, которые будут вас исцелять, где вы будете восстанавливаться. Потому что негатив тут постоянно будет идти. Она не перестанет. Она выводов не делает. Почему не делает выводов? Что вообще у неё в голове? Ну потому что у неё стоит задача конкретная, коса. Убрать вас со своего пути, да? Отсечь вас. Это какая-то навязчивая идея. Уж я не знаю, кто это, родственница, конкурентка. Соперница, может быть, в любви. Но здесь человек поставил себе задачу, к которой она идёт. Но я хочу сказать ещё раз о том, что идёт она, собственно говоря, к своей карме. Идёт она к кресту. Она совершенно не понимает, что её может ждать впереди. Давайте посмотрим, что её ждёт. Я акцент делаю сейчас на ней, потому что вам надо понять этого человека. Врага надо знать в лицо. То, что у вас выходит, мне более-менее понятно. Здесь я не вижу тупиковой ситуации в жизни. Я понимаю, что вам сложно. Вам вообще сложно по жизни идти. Вы сами себе как бы путь прокладываете. Но вам ещё и вот эта дама осложняет путь своим негативом. То есть вы здесь, скажу так, как жертва обстоятельств. Хотя вот если так посмотреть, внешне жертвой вы не выглядите. Вы человек, который следит за собой, который хорошо одевается. Если не по моде, не соблюдаете там стиль какой-то, то просто выглядите как-то аккуратно. Вы не производите впечатления от человека, который по жизни страдает. Вот эта дама смотрит на вас, и она не может понять, откуда вы берёте силы. Здесь какая-то женская такая зависть идёт. Давайте сразу посмотрим, раз уж пошла такая информация. Карта якорь. Она чувствует вашу силу. Якорь – это сильные позиции. Это когда человек в жизни настолько уверен в себе, что другим кажется, как будто никакие невзгоды не страшны для вас. Она считает, что вы живёте в таком пространстве, где вы защищены от всего. А у неё как будто бы проблемы за проблемами. И она не успевает эти проблемы решать. То есть, видите, она сравнивает свою жизнь с вашей. А вы как якорь. Вот она как якорь. Она заякорилась. Она неплохо устроилась. У неё своя ниша. И она там сидит себе преспокойненько, уютненько, там комфортно и хорошо. И она задаёт себе вопрос, почему так? Почему у неё так, то бишь у вас, да? А у меня нет. У меня проблемы за проблемами. У неё, знаете, вот такая ситуация может быть ещё, что ей как будто жить негде, да? Она может быть по квартирам там скитается. Может быть там у неё какие-то отношения были проблематичные. Может быть муж умер. Может быть вот не так давно. Супруг. Потому что здесь одиночество читается. И именно вот с этого момента одиночества, когда кто-то ушёл, потеря кого-то была, с этого момента она как будто ещё больше на вас обозлилась. Вот после этого удара судьбы она прям вас, ну, не может даже видеть, да? То есть раньше как-то она была отвлечена чем-то, какой-то другой жизнью. Что-то у неё было более-менее стабильно, но как-то она с этим мирилась. Ну вот с тем, что у вас хорошо, у неё как-то более-менее стабильно. Ну ладно, пусть так. А когда произошла потеря у неё, она как вот скиталец по миру сейчас. Она не понимает, что ей делать дальше. И вот начинают вот эти вопросы задавать себе самой. А почему у неё стабильно? Меня, значит, вот так бьёт по жизни. А она как якорь на твёрдых позициях, на твёрдой почве всегда. Всегда выглядит замечательно. По её лицу не прочитаешь, что у неё там масса проблем. Здесь вот, видите, отношение такое, какое-то не очень адекватное к вам, я бы сказала. Здесь патологическая зависть идёт. И навязчивое желание у вас отсечь. Вообще выбросить из этого пространства, из какого-то вашего общего круга, если вы в одном кругу, да. Или, я не знаю, вот чтобы вас вообще как-то близко не было, чтобы и на глаза не попадались. То есть здесь ненависть вот такого масштаба. Хорошо, что вас ожидает? Вот как дальше жизнь повернёт? Что вас ожидает? У вас перемена будет в жизни, но вы к этому идёте, да. Вы стремитесь сегодня изменить свою жизнь. Вы хотите поменять направление. Вы рассматриваете какие-то перспективы для себя, какие-то варианты, может быть, прокручиваете в голове. Вот как сделать так, чтобы жизнь стала ещё лучше, да. И у вас будет перемена. У кого-то переезд будет действительно, у кого-то, знаете, вот как новая жизнь. Вы во что-то погрузитесь новое. Здесь перемещение из одного состояния в другое. А, из движения, перемещения, перелёт из одного состояния в другое, из одного пространства в другое. Из стабильного пространства в ещё более стабильное, да, ещё более надёжное. То есть у вас подъём в жизни будет. У вас и так стабильные позиции сегодня. Повторюсь, масса проблем у вас. Очень тяжело вам идти по жизни, но только вы знаете, как вам тяжело. Не эта женщина, не кто-либо другой, скорее всего, даже им представить себе не может масштаб тех проблем, тех задач, которые на вас навалились, которые грузом лежат на ваших плечах. Никто не знает, чего стоит вот эта ваша стабильная позиция в жизни. Никто не знает, какую цену вы за это заплатили. Но вы пойдете дальше, вы пойдете выше подниматься. А это женщина. Ребенок, здесь дети, здесь семья, здесь род. Здесь что-то с детьми будет. Потеря. Не дай бог, потеря ребенка. Вот правда. Расклад общий. Я не могу здесь 100% гарантировать, что так будет. Но у кого-то проиграется и так. Потому что карты сложные. Здесь идет процесс отката, возвращения того, что она посеяла в жизни. Видите, вселенная к чему подводит? Вас ведут к перемене, к укреплению ваших позиций, к подъему в жизни. Вам высшие силы все это время помогали сохранять силы и энергии. Вселенная способствовала тому, чтобы вы оставались в своей нише. И вам там было спокойно, уютно, комфортно. А вот относительно этой дамы здесь свершается суд. Здесь действительно начинается такой период для нее сбора плодов. Что посеешь, то пожнешь. Давайте посмотрим, с чем будут связаны перемены у вас в жизни. У вас отношения какие-то, партнерские союзы, знакомства. В работе, в вашей деятельности какие-то изменения. Здесь по карте кольцо может быть самореализация. Какие-то перспективы появятся. Предложения, какие-то новости приятные. Информация, которая для вас перспективой какой-то оборачивается. Вы видите новые возможности. Вы понимаете, что вам сделать для того, чтобы в жизни подняться еще выше. Достичь еще каких-то более высоких вершин. Здесь идет продвижение, развитие. Жизнь, что называется, будет бить ключом у вас. И знакомства могут быть новые. Если вы ждете нового человека, например, судьба вам даст по карте кольцо. Это карта отношений. Карта отношений. Будет знакомство, будет вам дан человек по судьбе. То есть видите, у вас как будто совершенно другая жизнь. Высшие силы делают так, чтобы вы находились как бы поотдаль от этой дамы с ее негативом. Она пропитана этой энергетикой негативной просто насквозь. Само появление ее рядом с вами, оно уже чревато для вас вот этим негативом. То есть вот поговорили вы с ней, надо чиститься обязательно. Потому что один ее взгляд, чего стоит, один взгляд, это уже поток негатива в вашу сторону. Поэтому если вы с ней общаетесь, так складывается жизнь, что вы вынуждены общаться, ну старайтесь как-то вот свести на нет это общение. Насколько это возможно. Что здесь будет у нас? Что здесь? Карта звезды. У нее очень завышены требования. Вот опять карта о чем? О том, что человек в нее становится. Звезда. Это мечта. Это что-то, к чему человек идет, как к заветной мечте, да, как к чему-то непостижимому. Здесь поставлена цель, которая противоречит законам мироздания. Цель какая? Цель разрушить жизнь другого человека, то бишь вашу жизнь. Понимаете? Это глобальная цель. Это, ну здесь человек может быть и психически нездоров, потому что ставить такие цели, я не знаю. Это как надо ненавидеть вас, чтобы вот... Но она не остановится, я вам говорила. Она будет изыскивать разные методы, способы, чтобы насолить вам как-то, испортить жизнь. Причем вот сделать что-то не может вам, достать вас не может. Вот как не пыталась негатив посылать, там что-то делать, какие-то ритуалы, там на кладбище, может быть, что-то делала. Не может она никак вас достать. На смерть могла вам делать, что-то мне информация пришла. На смерть могла, письмо могла делать на смерть. Вот правда. Общий расклад, конечно, здесь, ну вы сами можете просто прочувствовать, насколько это вот ваше, да. Здесь что-то писалось, что-то прикопалось, может, фото ваше прикопалось где-то там на кладбище. Здесь делалось что-то. Но вот что вернется ей, это, конечно, это тяжелая карма. Вот она уже потеряла многое, но то, что она еще потеряет, то, что ей предстоит пройти, это даже, знаете, несравнимо с тем, что уже потеряно ей. Она идет к саморазрушению, сама этого не понимает. Но пока она разрушит сама себя, она, конечно, вам много чего наделает негативного. Вас Вселенная, конечно, бережет от этого. Вам даются силы, у вас стоит защита. Но это не значит, конечно, что вы прям совсем непробиваемы, недосягаемы для нее. Здесь многое от вас зависит, конечно. Исчистки делать постоянно нужно. Потому что негатив идет 24 на 7 от этой дамы. Как судьба распорядится в отношении вас? Ну-ка еще посмотрим. Сердце, любовь, благополучие. Все, что эта женщина у вас забрала, все вернется к вам с Торицей. Ее ждет погружение. Рыбы. Рыбы. Дно. Погружение. Сложный период в жизни. Вот охота за той жемчужинкой, которую она развернула, обернется для нее, скорее всего, падением. Она как бы тонет. Она опускается на дно. Видите? Она идет прямым ходом на дно. Постепенно, медленно, но верно. Она будет терять силы. Особенно в новом году вы будете это понимать. Будете узнавать информацию о том, что она там болеет. Или какие-то у нее проблемы. То есть она теряет силы. Все больше и больше у нее будет вот это разрушение в жизни. Больше проблем, больше неприятностей. Это будет давить, прибивать ее к земле. Все больше. И она будет погружаться постепенно на дно. Итог. Какое решение Вселенной? Мужчина какой-то здесь. Мужчина еще у вас есть. Здесь все встанет на свои места. Если это ваша соперница, мужчина к вам вернется. По метле почистится. Пространство, да, в тот негатив, который она послать. Мужчина через магию его держит. Дерево – это, конечно, здоровье, это воссоединение. Дерево – это здоровье, воссоединение семьи. Дерево – это здоровье, благополучие, восстановление утраченного. Это, конечно, рост, это новые дороги, да. Это может быть укрепление отношений здесь. Если, например, разрыв произошел у вас с вашим человеком по вине этой дамы, то эта ситуация как бы только укрепит ваши отношения, да. Все уйдет негативное, само по себе. Само по себе уйдет. Здесь мужчина все-таки присутствует. Он, знаете, он как будто в тумане. Но вот он возвращается к вам по карте всадник. Возвращается. Жизнь, Вселенная, Судьба, Господь Бог, для кого как удобнее понимать, расставят свои акценты еще в этой ситуации. Вот такой расклад. Надеюсь, информация была вам полезной. Всех благодарю за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok